Друзья, всем привет! Вот такое у нас сегодня доброе утро. Проснулись с таким видом на Дюны, возле города Костелло. Здесь большая парковка, вот тоже рядом с нами. Сколько? Еще тоже три автодома стоят. И, в общем, здесь люди. Вот это зеленое, это для велосипедов. Здесь слева люди гуляют. Утром сегодня воскресенье, прям такой начался кипиш. Как всегда у них здесь в Испании все чисто, культурно, приятно, огорожено. Вот здесь песчаные дюны такие с колючками. И они через каждые, я не знаю, даже сколько, 50-100 метров сделали, во-первых, вот такие тропинки. На пляж ходить, чтобы песок не набирался. Потом там мусорки стоят, через каждые 10 метров, наверное, мусорки стоят. Чистейший пляж с песком, который проезжает специальная машина и его чистит. Души, тоже тут через каждые 50 метров, наверное, душ для тела, душ для ног. И, в общем, очень культурно. Вот это, кстати, тоже кемперы, просто без опознавательных знаков. Есть, которые сразу видно, а есть, которые... Вот эта белая машина. Есть, которые, ну, типа, скрывают. Потом вот на таких машинах тоже путешествуют кемперы. И набережная здесь очень большая. Но вот такие карманы нечасто встречаются. И не на всех карманах можно кемпером останавливаться. Но у нас как бы легковая машина, поэтому мы везде можем заехать. Вот, вот эта провинция Испании. Наверное, около 300 километров до Барселоны и примерно 100 километров туда, до Валенсии. Это я вам показываю не какой-то там пляж в большом городе или еще что-то. Это пляж между просто двумя какими-то деревеньками. И посмотрите, как он чистый. Если вы куда-то приедете, более большой город, там будут специальные места под навесами, зарезервированные для инвалидов. Там будет вообще полностью от и до вся инфраструктура. Ну, как бы и здесь тоже много всего. Вот это, видите, вот следы. Это утром проехала специальная машина. Она просеяла весь здесь песок, чтобы никакого грязи, ничего вообще не было. И вот сколько здесь мусора. Так, просто бесконечное количество мусора. Поэтому и чисто. Ну и плюс ко всему еще испанцы, они очень чистоплотные. Вот, там мы спали сегодня. Утром сразу в море. Буквально 100 метров проехали. Здесь такой же тоже пляж, чистый так же. С тушами, с туалетами, естественно. Туалеты там чуть дальше кабинки отдельно стоят. И просто идеальная чистота. Воскресенье, но людей мало. Даже спасатель здесь есть. Здесь, несмотря на то, что написано, что типа no camping. А, это имеется в виду, наверное, no camping. Я вчера читал. Скорее всего, внутри. А хотя автокемперы они тоже запрещают. Ну вот люди ставят. Первая машина, там еще машина. И вот машина зеленая. Короче говоря, вот такие вот колоночки в Европе. И, как правило, это питьевая вода. Не могу сказать, что она прям супер вкусная, но она питьевая. Талая вода с родника, конечно, намного вкуснее будет. Вот так люди живут в деревне в Испании. В ауле. Испанский аул. Вот желтые туалеты, как раз таки про то, что я говорил. Качели здесь. И я вчера ехал, то есть это между городами расстояние такое промежуточное. Я вчера ехал, возле городов было все забито. И внутри, и снаружи вообще невозможно нигде было припарковаться. Видимо, потому что суббота, выходной день. Вчера вообще рядом с городом невозможно было встать. Не на платные. А, платных там, кстати, у них не было парковок. В городе, в котором мы вчера были. Спортивные вот всякие снаряды. Много кто просто бегает, ходит, гуляет, спортом занимается. Ну, испанцы, они следят за своим образом жизни. Встречаются полные люди, но это больше исключение, наверное, чем правило. И повсюду мусорки. Везде мусорки, мусорки, мусорки. И уборщики прям с утра ходят, убирают, эти мусорки очищают. Поэтому и мусора нет на дорогах. Она еще вот эта каждая пальма и вот эта травка, то, что растет слева. А это все, газоны, все поливается. К каждой пальме подходит трубочка. И здесь вот тоже распылитель есть. Траву поливают специальные распылители. Это вот расстояние до Валенсии, наверное, где-то 70 километров отсюда. Вот это между Кастальоном и даже я не знаю еще чем. Где-то рядом с Кастальоном, короче говоря. На подъезде Кастальон. Мы только что проехали вот тоже два контейнера, типа, как я вам сос показывал. Там внутри в одном контейнере, ну в этом модуле библиотека, а в другом комната матери и ребенка пеленальная с микроволновкой. То есть, видимо, чтобы там разогреть детское питание или еще что-то, но любой желающий может зайти воспользоваться этой микроволновкой. Просто так вот на улице, на пляже. Вот это туалеты. Сейчас, может быть, еще будет. И у них здесь нет почему-то вот этого сервиса пляжного. Наверное, из-за того, что далеко. Да-да, вот как раз вот то, что я вам говорю. Вот комната. Там, по-моему, еще и намаз есть. И в одной из комнат микроволновка стоит. Вот это парковка большая. Это все бесплатные парковки. Люди потихонечку приходят на пляж. Пошло почти 11. Но в Испании они здесь не рано встают. Вот в Греции, по-моему, в Италии. Там гораздо раньше люди просыпались. Вот, по-моему, опять. Ну, это, наверное, раздевалки, переодевалки, туалеты. Все, короче, есть. И причем люди приезжают на дорогих машинах. Не только какие-то обычные, простые. Все подряд приезжают сюда купаться. Потому что все условия есть для этого. Есть частный аэродром, вернее, для частных самолетов. Либо, наверное, просто для тех, кто хочет прыгнуть с парашютом. И вот это все вот так вот на пляже. Прям как у нас в Алма-Ате. Вот самолет полетел, пожалуйста. Да, это, скорее всего, прыжки с парашютом. Но я думаю, что все так же можно и просто прокатиться, прогулку сделать на самолете. Вот, пожалуйста, самолет. Кукурузник полетел. На взлет пошел. Причем такой ветер сильный дует, как они взлетают. Я даже не знаю. Самый последний момент оторвался от полосы. И сразу вверх пошел резко. Приезжаем к Валенсии. Вот здесь у нас с левой стороны отели начались. И вот с левой стороны вот эта оранжевая полоса. Это только для автобусов. И еще и для кого-то. В Калифорнии тоже вот у них там именно вот слева полоса идет. И идет такая. То есть там специальная выделенная полоса слева. Наверное, это связано с тем, что люди периодически поворачивают. И как бы, ну да, наверное, выделенная полоса, она слева должна быть. А, это два человека, если только там. Тогда можно ехать. Короче, там вы можете ехать по той полосе, если два или больше двух человек в машине. Вы не можете там ехать, если вы один. Короче, Валенсия – это граница между... Я думаю, что Каталония, Испания, и есть такое мнение, что типа Каталония хочет отделиться от Испании, потому что они вот именно Валенсию не поделили. Они, не знаю, не вся Каталония хочет отделиться, только некоторая часть. И вообще потому, что они типа такие самобытные, они хотят самостоятельную экономику, они думают, что для них это будет экономически выгодно. Но не вся Каталония поддерживает это решение. И вообще это маловероятно, что это произойдет, потому что это будет очень плохо для вообще Испании в целом, для экономики и, соответственно, для Каталонии. А вот так вот выглядит, я так понимаю, что мы прямо уже заезжаем в столицу этого региона, Валенсии и в регион Валенсии. Здесь расстояние между машинами должно быть 60 метров дистанции. Езжаем в туннель, и вот здесь буквально 5 минут, там рядом с портом должно у нас быть сегодня жилье. Сегодня выходной день, Гугл вроде бы не показывает зону вот этой ограниченной езды. Но, скорее всего, завтра в понедельник, если она включится, то придется здесь быть до 8. Вот здесь вот на светофоре, видите, девушка взяла вот такой вот треугольник и выступает с ним. Я так понимаю, она хочет либо к себе внимание привлечь, либо хочет деньги, я даже не знаю, но я ни разу в жизни такого вообще не встречал. Вот видите, друзья, разницу чувствуете, когда человек старается как-то получить деньги, какое-то свое мастерство демонстрирует, какой-то свой талант. Как-то хочет людей развлечь прямо здесь на жаре, здесь сейчас больше 30 градусов жара, и вот она пляшет с этим треугольником, чтобы ей, ну, просто кто-то там сколько-то дал денег. А есть люди, которые просто так сидят, просят, типа, им деньги нужны. И это, конечно, очень круто, что вот в таких городах вот так вот люди пытаются как-то заработать деньги. Да, Валенсия, это, наверное, что-то с футболом связано. Здесь же очень любят футбол, как хорошо, что я этим не болею. Здесь много разных музыкантов с русскими именами и фамилиями, и у них здесь есть концертный какой-то или холл, или что-то с музыкой связано очень большое здесь, с Валенцией. Потом здесь еще есть музей естественных наук тоже очень интересный, и не так много, на самом деле, здесь достопримечательностей, но город большой, он третий по величине во всей Испании после Мадрида и Барселоны. Мадрид, по-моему, на первом месте. Знакомство с Валенсией у меня начинается вот с таких вот невероятных конструкций здесь. Здесь это Саиксофорум, если я правильно называю, и вот здесь представлены экспонаты фараоны, потом космические обороны, и еще там всякие разные татуировки, комиксы. Сейчас я зайду в оборудование. Так это все выглядит внутри. Так, здесь можно зайти заказать поесть за 18 евро. И что-то мне подсказывает, что, ну, это место, собственно, куда я пришел, вообще здесь, по-моему, все бесплатно. А вот какие-то концерты, еще что-то можно оплатить, посмотреть. А вообще, в принципе, полностью все бесплатно. Прямо как у нас в Казахстане. По-моему, есть отдельные павильоны, вот с тату, еще с чем-то, то есть туда именно можно зайти и заплатить. Купить билетики вот здесь и уже потом туда, собственно, зайти. Невероятное место просто какое-то. Очередное невероятное испанское место. Вот я поднялся наверх, здесь галлы сидят. В общем, здесь есть бесплатный интернет, работает кондиционер, очень прохладно. Вот есть кафетерия. И мягенькие вот такие вот подстилочки на ступеньках. То есть можно отдохнуть. Даже по идее, я не знаю, наверное, здесь поспать можно. Никому до этого дела, наверное, не будет. С противоположной стороны они, вот, во-первых, какой-то здесь сцену мастерят. Видимо, будет концерт или еще что-то типа этого. А там люди на лодках плавают. На лодках на всяких разных каноэ, там какой-то водоем посреди. Это какой-то выставочный павильон или еще что-то, я даже не знаю. И вот просто люди там плавают на лодках. Вообще у них сегодня выборы президента, но местные говорят, что они не идут голосовать, потому что там уже и так все понятно, типа, кто будет президентом. И поэтому они даже время на это не тратят. Ну, наверное, как, собственно, и у нас. Вот такой водоем здесь, значит. Такое ощущение, что туда даже можно залезть и покупаться там. Видимо, это и когда совсем сильно жарко бывает. Они так делают. Эти все конструкции, это все железобетон. Вот это вот прямо, это все вот снизу, это жесть. А вот это выше, это железобетон. И вот он вот так вот залит здесь под определенным градусом. И, в общем, все у них здесь, конечно же, серьезно. Вот. Здесь информация. И плюс ко всему, это еще имеет, видимо, какой-то смысл. Так выглядит вход в музей. Мне кажется, что здесь даже не обязательно покупать билет. Здесь можно купить билет с аудиогидом. И здесь периодически проходят всякие разные выступления, на которых можно послушать, что-то узнать. Музей достаточно большой. Вот здесь некоторые экспонаты, они демонстрируют. То есть можно не просто это типа как музей, а можно узнать, посмотреть, как это работает. Вот. Примечательно, что многие экспонаты можно увидеть, даже не обязательно заходить вовнутрь. То есть они, по сути, показывают, что будет там внутри. А вот здесь копеечку можно запустить. И она будет крутиться. Развлечение. Центробежная сила. То есть они демонстрируют всякие разные демонстрируют. А это что? Демонстрируют, в общем, перед входом демонстрируют, как что работает, и что вы, по сути, там увидите и сможете потрогать. Ну, на самом деле, это довольно круто. Вот здесь вот они показывают приставки, которые уже устарели, на самом деле. метеорит. Всякие разные жуки. А вот это PlayStation, я помню, телефоны. Наши дети, наверное, уже не будут знать, что это такое. Мы очень хорошо помним все это. Пластинки, даже, я помню, мы включали. Вот такие пауки бывают, как птицы. Размером больше, чем Даша моя ладошка. Тут тоже всякие разные цикады. лабораторные записи. Ну, вот, то есть, если вы туда зайдете, вы, по сути, это все сможете там совсем с этим ознакомиться, познакомиться. Вот, собственно, как это все дело выглядит со стороны, как это видят фотографы. Здесь еще океанариум есть. помимо этого мусея с такими рыбами, по всей видимости. Да, друзья, здесь, конечно, чувствуется высокий уровень жизни и как вообще здесь у них все круто. Это с учетом того, что Испания, европейская страна, нефть не качает, газ не качает, полезные ископаемые никакие, по сути, не добывают. И все равно вот так вот загнивающая Европа живет. вот эта полоса справа, она такая типа парково-прогулочный такой променад, вот он там, где порт начинается оттуда, и вот он здесь в несколько уровней, в два, в некоторых, в три уровня идет вот так полностью через весь город, поезд такой зеленый, прогулочный, то есть вы здесь можете на велосипедах, на самокатах кататься, пешком гулять и соответственно любоваться вот здесь все, что с искусством связано такое и в общем все самое интересное. Вот здесь вот хорошо видно как устроена эта парковая зона. Здесь вообще ни машин, внутри ни мотоциклов, ничего такого нету, и она шириной ну я не знаю метров 500 наверное минимум и длиной несколько километров вот она с порта начинается и вот так вот уходит 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 туда в центр Валенсии в исторический центр старый город там колесо обозрения есть еще в этом парке есть гигантский вот такой аттракцион бесплатный на котором дети могут полазить вот такие всякие разные горочки и то есть там еще наверху есть прям можно скатываться с ним очень большая конструкция детям конечно же интересно будет здесь так друзья значит место похоже на городские ворота я сейчас с этого места собственно и начну знакомиться со старым городом Валенсии вот такие здесь массивные двери тоже причем они на петлях до сих пор держатся и как бы двигаются до сих пор в принципе можно закрыть город используя эти ставни двери очень высокие зачем интересно такие высокие делали впервые за я не знаю несколько месяцев наверное я пишу фонтан здесь в Валенсии потому что во всех городах и в Италии и в Треции и дальше в Барселоне они почему-то были сухие одна из самых главных достопримечательностей Валенсии это башня она находится здесь в центре города туда можно подняться там около 2 евро стоит вход и открывается очень хороший вид на Валенсию в центре в центре hill с на площадь значит рядом с этой башней есть храм я туда зашел бесплатно правда там есть место куда не могут заходить туристы куда заходят по всей видимости местные только и вот еще одна башня и в общем но там конечно орган играет как раз служба была атмосфера такая сильная и еще в этом городе здесь музей где-то и якобы в этом музее расположен святой грааль который официально ватикан признал святым граалем вот так у них значит выглядит здесь центральный рынок он прям действительно в самом центре старого города снова сердце и восемь часов он уже закрыт сошли я туда не успею зайти я люблю такие места колоритные и все достопримечательности в принципе здесь в одном месте сконцентрировано в районе старого города а вот это прямо напротив рынка по всей видимости шелковая биржа на которой судя по всему ну торговали шелком сейчас там закрыта к сожалению я не могу зайти посмотреть что внутри город валенсия конечно же не такой большой как барселона но здесь тоже безусловно богатейшая история и очень много что здесь происходило много водят экскурсий на испанском языке именно вот вечернее время потому что не так жарко днем здесь вообще ничего делать я теперь понимаю почему они делают себе сиесту покушали поспали и вот вечером здесь темнеет в девять вечером можно все свои дела делать спокойно потому что нет просто никаких сил вот это еще одна экскурсия много испанцев приезжает именно валенсию на экскурсию причем у них у всех громкоговорители вот это уже четвертая экскурсия которую я встречаюсь за полчаса наверное такие у них здесь брилборды чтобы здания не было некрасивым они так вот решили заклеить в общем друзья здесь начинаются музеи музыкантов здесь много ну наверное валенсия это такая барселона на минималках наверное здесь тоже они как-то все стараются тоже так но архитектура не такая роскошная не такая красивая конечно же как в барселоне либо мы уже просто заелись зажрались и немного грязновато и нам сказали чем дальше мы будем ехать на юг сторону португалии тем более грязнее будет на улицах здесь в валенсии больше сохранилась вот этих вот готических зданий старых именно которые вот средние средние века по сравнению с барселоной и я порой вот даже иду и не понимаю что это за здание а здесь их просто очень много буквально вот старом особенно вот здесь вот квартали сюда можно на машинах во первых заезжать во вторых посмотрите сколько здесь всяких разных зданий прям одно к другому музей керамики само по себе здание как музей просто невероятно причем вот это вот друзья примерно здесь наверно метр на два метра или метр на метр целый кусок камня вот они его брали и потихонечку потихонечку вот это вот так вырезали все одна ошибка приходилось все заново делать а вот собственно про то что я вам говорил то что у них здесь проходят выборы наверное это вот как раз таки идет там в отсчет голосов все смотри и сегодня выберут президента испании вопросу о том что некоторым людям нет нечего есть посмотрите полная канистра коробка вернее хлеба причем это свежий хлеб в общем зачем они его выбросили но здесь голодным в принципе никто не останется если кто-то просит типа там деньги типа чтобы покушать я думаю это неправда потому что покушать здесь всегда есть и в большом избытке здесь еще один фонтан главном барселоне ни одного фонтана не было а здесь прям вторая площадь и вот второй фонтан опять архитектура очень много людей гуляют ее перекрыли машины здесь не ездят только там по краюшку это там могут ездить только определенные люди которые видимо здесь либо живут либо работают как у которых пропуск доступ есть сюда а еще здесь очень много людей вот всяких разных нуждающихся которые на улице живут по сравнению с барселона здесь прям намного больше таких людей и вот которые милостыню просят он собаками с кошками сидят всякие разные варианты встречаются друзья вот это вот стадион где тора где этот бык в общем бегается вот этим тора тором и целый стадион здесь у них есть вал валенсии но самая грустная то что они быка убивают короче говоря в конце по-моему туда зайти даже можно невозможно туда сегодня пройти потому что нужен билет а касса которая продает билеты закрыта и я вот попросился туда хотел зайти вовнутрь и даже даже меня туда не пропустили одну фотографию сделать потому что у меня нет билета билет нужен ну я думаю там наверно зрелищно интересно это все выглядит вот такое у нас сегодня утро немного пасмурная валенсии мы решили приехать на пляж посмотреть как здесь загорают как здесь живут люди у них здесь вот хоспиталь старый остался и там прямо тоже порт старый и остатки этого порта они эксплуатируют просто как места для отдыха и либо для развлечения жителей города и гостей города мы сегодня снимали первый раз через rnb ну в этом в эту поездку квартиру здесь валенсии я решил снять в центре чтобы далеко не ездить и в общем утром в 9 часов утра пришел хозяин с установщиками кондиционеров и начал устанавливать кондиционеры начали сверлить перфоратором стены в 9 утра шуметь и мы хотели отоспаться сегодня отдохнуть они нам не дали в общем вот такое утро сегодня причем еще соседи пришли ему тоже начали этот говорить типа чё обязательно это прям рано утром так сама самого утра делать начали на него кричать было короче весело в общем вот такой у них пляж очень большой и он туда в сторону идет это береговая линия на туда сторону барселоны так и идет на протяжении вот этих вот десятков сотен километров периодически попадаются такие пляжа но именно здесь в валенсии я не знаю почему но мне не понравилось во первых здесь очень много ребят вот то ли бездомных то ли просто алкашей они стоят как наши стоянщики в казахстане типа показывают вот свободное место здесь можешь припарковаться потом я припарковался он говорит дай денег для хлеба я говорю ну иди вон на площадь там в коробках хлеб стоит без без этот без ограничений сколько хочешь он мне начал что-то про политику говорить я говорю я про политику ничего не собираюсь обсуждать тем более с тобой путин говорит людей убивают я говорю ну я тут причем я же не виноват ну ты же говорит русский вот они в общем эти стоянщики я говорю я с казахстана он говорит ну ты же русский я горну чё теперь причем вот обычного такой вот стоянщик алкаш от него период перегарит вот вот эти стоянщики видите они машут типа заезжай а потом денег дай этот но естественно я думаю если вы не заплатите какие-то копейки не дадите не удовлетворить их вот эти вот просьбы то возможно ну я конечно не знаю есть вероятность что они могут что-то с машиной сделать но хотя вряд ли наверное конечно здесь но лично меня прям вот это сильно удивило что здесь вот здесь же полиция здесь же эти машут видимо по закону они как бы ничего не могут сделать потому что но по сути это как бы приставание на улице то есть они занимаются приставанием и у нас в аэропорту тоже вели ответственность за это и должны были штрафовать сильно и по сути это вот такое же приставание на улице как и где-то в аэропорту к вам пристают видео 4 человека мужика стоят машет руками причем к нам еще подходили девушки две девушки такие вполне ну как сказать ну не уродки как как этот как какие-то там вполне такие симпатичные девушки к нам подходили тоже говорили типа дайте по денег на хлеб типа дай там коины дай монетки и в общем ну вот это конечно же омрачает город потому что город большой и я кстати это одна из причин почему я не люблю большие города потому что здесь много иммигрантов и много вот таких вот бездельников алкашей которые делать ничего не хотят им проще подойти попросить у вас деньги здесь бутылка вина стоит практически столько же сколько бутылка воды им в принципе 2 евро достаточно чтобы но напиться на день и поэтому ну не знаю я думаю если им хлеб дать они может быть даже его и есть не будут потому что здесь еда повсюду здесь еды очень много и причем они были вот их было много там в начале с той стороны со стороны порта а здесь их уже почему-то меньше практически вообще нет то есть там самом начале они прям махали здесь есть место паркуйте заезжайте и здесь вот я вам хотел показать здесь их вроде бы уже нет зелени больше ну и вроде бы как бы там пляж уже заканчивается это парковка бесплатно здесь также есть туалеты души мусорные баки вот здесь вот слева я вижу остатома тоже встали там видимо какая-то площадка тем разрешают устанавливаться скорее всего здесь на асфальте нельзя но на машине здесь смело можно заночевать если вас не напрягают вот эти люди которые там вам будут подходить что-то просить ну наверно самый простой способ отвечать им на русском и говорит что вы их не понимаете и все им с вами не интересно будет дальше общаться после барселоны и тараготы но идти еще там города которые мне понравились которые там тоже в том в той части были валенсия конечно же сразу отличается очень сильно по менталитету и по архитектуре и вообще люди здесь чуть-чуть другие мне кажется даже кухня другая здесь уже начали встречаться и агрессивные водители и те люди которые могут вам посигналить здесь могут вас подгонять там как-то на дороге так что имейте ввиду что вот наверное пожалуй скорее с валенсии начнется уже более такая испания как сказать диковато менее культурная чем каталония я сейчас зашел в тойота центр вот здесь вот у них улица есть такая здесь nissan центр mazda ну всякие разные в общем центры автомобильные вот так бежо центр citroen и короче говоря вот дается центр валенсия вот их ватсап если кому будет интересно с ними пообщаться там lexus центр есть в общем они мне сказали 250 евро стоит работа с фильтром с заменой масла со всеми делами но во первых мне это не подходит потому что запись appointment только через 10 дней ближайшая на 10 часов вот этот и этот центр lexus центр валенсия 10 дней нужно ждать это во первых мне не подходит во вторых мне это не подходит потому что они говорят они заливают либо 520 либо 530 а это очень густое масло для гибрида я говорю это гибрид у меня они говорят ну типа у нас здесь испания жарко мы из такого масла заливаем на самом деле в гибрид у меня по мануалу по моей книжке максимум что возможно заливать это либо 016 либо 020 максимум ну 520 можно конечно попробовать залить но в этом никакого вообще смысла нет платить 250 евро к счастью у меня есть масло есть фильтр есть все ключи мне осталось найти только яму и какое-то место где будет не жарко и я там за полчаса за час могу сам это масло слить куда-то аккуратно и в общем сам это все поменять вот такие вот дела здесь в испании